Один из крупнейших в Казахстане автозаводов подписал соглашение с компанией GM Узбекистан по развитию автомобильного производства. Ожидается, что до конца 2019 года в Костанае будет выпущено около 16 тысяч новых автомобилей. Часть из них будет экспортирована за рубеж. Подробнее расскажу в следующие несколько минут. Всем привет! Меня зовут Сергей Корняков. В эфире Драйв. Поехали! Казахстан Казахстан Компания GM Узбекистан, подписавшая соглашение с казахстанской стороной, это крупнейшее предприятие в Центральной Азии по производству автомобилей. Его проектная мощность составляет 250 тысяч машин в год. Транспортные средства отправляют на экспорт не только в страны СНГ, но и, например, в Афганистан, Пакистан и Грузию. В настоящее время на трех производственных площадках выпускают 10 моделей, в том числе Равон Р3. Этот автомобиль также будут собирать в Казахстане. Работа, конечно, была проведена действительно большая. Мы начали работать в 2016 году с General Motors в Узбекистан. И в 2017 год достаточно успешно у нас прошел. Вы знаете, что здесь на рынке очень хорошо автомобили продавались. Мы у себя на заводе производим модель Р3, Равон Р3. И, в общем, все у нас было достаточно успешно. Потом, в начале 2018 года General Motors в Узбекистан приостановил отгрузки. Отгрузки были приостановлены не только на территорию Республики Казахстан, но и в Украину, и Таджикистан, и Киргизию, и в Россию в том числе. В автосалонах Республики модель Равон Р3 перестали продавать по причине пересмотра себестоимости машин. Узбекская сторона приняла решение сделать новые расчеты. Вычислительные процессы заняли продолжительное время, после чего было принято решение возобновления сотрудничества. Равон Р3 Его продается по рынку. Мы будем производить у нас на заводе в объеме 16 тысяч автомобилей, которые подписаны в настоящий момент. 6 тысяч автомобилей подписано для рынка Казахстана, для внутреннего рынка, и 10 тысяч для рынка Российской Федерации. На российском рынке автомобиль Равон Р3 казахстанского производства появится уже в ближайшие два месяца. Объем экспорта 10 тысяч единиц может быть изменен в сторону увеличения, если будет наблюдаться повышенный спрос на эту модель. Сейчас казахстанская сторона рассматривает возможность поставок Равона не только на российский рынок, но и в Кыргызстан и Таджикистан. Производственные мощности завода позволяют увеличить количество выпускаемых автомобилей. На Кустанайском заводе сейчас заняты подбором и обучением персонала, который будет задействован на линии сборки модели Равон Р3. Вливания каких-то дополнительных значительных инвестиций не потребуется, отмечают представители завода. Мы, конечно, проводили детальное позиционирование рынка, исследование рынка совместно с нашими коллегами из Узбекистана, причем не только по рынку Казахстана, но и по всем остальным рынкам. Если потребителю будет интересно, цена будет, конечно, немножко выше, чем она была в предыдущий тоже период, по понятным причинам. Но мы все-таки надеемся, что спрос будет хороший на эту машину. И, ну, если так уже откровенно говорить, да, у нас в прошлые периоды они совсем продавались, как горячие пирожки, потому что мы выгружали автовоз с завода, который ехал в регион, и он уже по пути был уже весь продан. Вот, может быть, такой тенденции сейчас не сохранится, но все-таки мы надеемся, что этот автомобиль будет продаваться очень-очень хорошо. Благодаря этому соглашению ожидается, что до конца года на Кустанайском автомобильном заводе выпустят 35 тысяч транспортных средств, а, возможно, и больше в случае заключения дополнительных контрактов. В казахстанских автосалонах «Равон» Р-3 начнут продавать уже в следующем месяце. Тесла представила новый автомобиль Model Y. А эксперты уже назвали новинку Model 3, которую превратили в кроссовер. 75% всех деталей конструкции он делит с легковым автомобилем. Model Y станет на ступеньку ниже большого кроссовера Model X. По стилю новинка будет отличаться отсутствием дверей типа крылочайки. Вместо них будут установлены обычные. Продажу автомобиль поступит в 2020 году, а изначально будут доступны три версии. Первая называется Long Range. Ее главным достоинством будет запас хода. На полностью заряженных аккумуляторах такая модель сможет проехать 480 километров. Вторая Dual Motors чуть меньшим с запасом хода, однако с системой полного привода. Самым дорогим ожидается Tesla Y в комплектации Performance за 60 тысяч долларов. Заряда аккумуляторов тут хватит на 448 километров, но зато максимальная скорость будет 240 километров в час. Разгон до сотни займет лишь 3,5 секунды. Шведская компания Volvo оснастит салоны машин камерами и сенсорами, которые не допустят управления автомобилями в пьяном виде. Этот производитель постоянно придумывает новые системы, которые должны свести к минимуму риск получения травм водителям и пассажирам автомобилей. Существует целая концепция безопасности под названием Vision 2020, которая подразумевает сведение к нулю смертности в ДТП в автомобилях шведской марки. Что касается новой разработки, то она объединяет в себе камеры и сенсоры и следит за водителем. В случае, если человек, сидящий за рулем в силу нетрезвого состояния, будет игнорировать предупреждение о риске ДТП, машина самостоятельно задействует электронных ассистентов по управлению, отстранив от процесса водителя. В зависимости от ситуации, автомобили Volvo будут самостоятельно снижать скорость, пытаться связаться с водителем и оповещать экстренные службы через систему Volvo On Call. А также снижать скорость, вплоть до полной остановки автомобиля в безопасном месте. Завести машину во второй раз пьяному уже не удастся. Стала известна точная дата выпуска последнего сити-кара Smart с бензиновым двигателем. Микролитражки перестанут сходить с конвейера 31 мая этого года. После этого в модельном ряду останутся лишь электромобили. Отказ от традиционных двигателей был анонсирован производителем еще два года назад. Последние партии автомобилей с традиционными двигателями европейские дилеры марки Smart будут предлагать со скидками до 39%. Известно, что марка уйдет из России. Дело в том, что производитель не стал сертифицировать свои электромобили. Более того, руководство марки даже не планирует их продавать. Все наши программы о развитии автомобильного производства вы можете найти на сайте 24.kz. в разделе телепроекты. Вы смотрели программу «Драйв». Меня зовут Сергей Корняков. Увидимся.